Как только ты вылез из постели блудницы, так твои лучшие дни уже позади. Не всегда, когда человеку кажется, что служитель в падении, он на самом деле в падении. Он может упасть в глазах этого человека. Он нам дал право судить. Я не сам по себе, я не свой собственный. То есть есть целый ряд служителей русскоговорящих, которые, я называю это, раздвигают границы. Да, этот грех есть. Человек в этом грехе живет. Это не Евангелие, это не Божий образ служителя. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. Рады, что вы присоединились к нам сейчас, к этой передаче. Мы поговорим сегодня на одной из актуальных тем наших дней. Это о падении священнослужителей. Меня зовут Виталий, я служу пастырем церкви, пастор Александр с нами вместе и пастор Евгений. Нам поступает много вопросов. Мы попробуем ответить хотя бы на некоторых. Возможно, мы коснемся насущных, самых актуальных моментов, связанных с этой темой. Первый из них. Как следует реагировать, когда мы слышим о падении священнослужителей? Я думаю, для этого надо сначала ответить на вопрос, что значит падение. Потому что не все, что человеку кажется, что служитель в падении, он на самом деле в падении. Он может упасть в глазах этого человека. Он говорит, да, поэтому понятно с ним все, то есть он в падении, скорее всего. Но если человек пьет, если человек изменяет своей жене, если человек делает очевидные грехи, падение это или нет? Да, но эта очевидность должна быть не только для какого-то одного человека. Писание говорит, что обвинение на служителя принимай при двух или трех свидетелях. То есть если человек в падении, если служитель в падении, то я думаю, Бог сделает так, что это не один человек будет знать об этом. И не будет такой двоякости какой-то. Да, однозначно. Я понимаю, что есть люди, которые могут сказать, что в этой церкви нет любви. Ой, мы считаем, что наш пастор в падении, потому что проповеди не такие горячие, например. Или мы считаем, что он поступил неправильно, поэтому мы уходим с этой церкви. Друзья, это чувство, это не факты. И апостол Павел очень ясно говорит об этом, что в действительности должно быть два или три свидетеля. И должен быть человек, который принимает эти обвинения при свидетелях. То есть есть некая власть, духовная власть или группа священнослужителей, которые разбирают этот случай, конкретный случай. Не общий туман, он плохой, он такой, он так говорит или он так себя ведет, а конкретный случай при свидетелях. Но когда у нас есть факт падения, допустим, ну это известно уже сейчас, и все люди, которые близки, они могут это подтвердить. Что делать в этом случае? Как реагировать на это? Ну если я беру себя как простого прихожанина церкви, да, не как служителя, то я сразу думаю, господи, не я ли? Дело в том, что Давид, будучи помазанным человеком от Господа, имеющий близкий контакт с Богом на протяжении многих лет, однажды сказал такие слова, господи, зри, не на опасном ли я пути? То есть мысль такова, я приношу свое сердце перед тобой и думаю, а может быть я следующий, как сказали ученики, не я ли Рави? Вот это состояние, я думаю, поможет лично мне сохранить мою личную святость в момент, когда что-то происходит вокруг меня непонятное. Я не знаю, как этот служитель упал, я не знаю, как он до этого дошел. Господи, а может быть и я думаю, что стою, а завтра ко мне придет какой-то вызов, с которым я не буду знать, как справиться. Поэтому я думаю, как простого христианина, мой вызов в том, чтобы проверять свое сердце и наблюдать за своими путями. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот человек пришел к Богу, пришел при определенных условиях в церкви, где пастырь говорил слово. Это слово коснулось, это слово открыло сердце. Человек поверил, поверил Богу этого пастыря, этого человека. Подражает его вере. Апостол Павел говорит об этом, подражайте мне, как я Христу. А потом узнает, что оказывается этот человек находится в грехе. Ведет двойной образ жизни, к примеру. Вот что делать? Имеет ли он внутри право вообще порассуждать на эту тему? Где вот эта граница, где написано «не судите», «несудимы будете»? Или есть другой текст «духовный судит обо всем». Можем ли мы позволить себе на эту тему порассуждать, как далеко наши рассуждения могут пойти в этом вопросе? Я думаю, что есть тут еще другая сторона. С одной стороны, да, надо подражать, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть я уже знаю Христа, то есть он имеет в виду. Но с другой стороны, тот же апостол Павел говорит, что если кто-то будет учить чему-то иному, не то, что вы слышали вначале. От меня же самого. Да, то там вообще не важно, где вы это видите, хоть через ангела, да будет анафема. То есть человек, находясь, я думаю, вот в этом почтении к служителю своему, в то же время должен иметь вот эти личные отношения и личный путь со Христом. Ну, тогда это ему поможет. Ну, это новое, абсолютно новое учение сейчас в современных церквях о том, что если твой лидер учит не тому, что раньше, то ты имеешь право его отлучить. Анафема. Ну, не то, что отлучить, а уйти от этой власти, от, значит, влияния этого человека, да. Обычно в силу вступают другие абсолютно аргументы. Но он такой хороший, но он столько лет отдавал себя нам, но мы любим его, но мы же должны быть верными. Но кто нам дал право судить? Он же человек, может сделать ошибку, да? Да, каждый человек, кто без греха первый, брось камень, а вы не грешите? Вот как вот в этих рассуждениях нащупать точки опоры, чтобы с одной стороны не попасть под осуждение за то, что мы осуждаем, бросаем камни тогда, когда мы не имеем морального права, а с другой стороны быть достаточно зрелым или твердым, чтобы сказать «нет, это не Евангелие, это не Божий образ служителя». Мне все-таки кажется, что критерий для моей личной святости находится в слове и в моих личных отношениях со Христом. То есть, если я вижу, что лидер, за которым я следовал, переступает библейские нормы, и это не то, что мне кажется, это то, как мы говорили, уже принятый факт, то есть свидетели есть, есть какая-то комиссия или какой-то там старший служитель, или команда служителей, которая удостоверилась, да, этот грех есть, человек в этом грехе живет, то тогда, конечно, становится намного проще мне принять решение, как члену церкви, как просто христианину, ну, просто не следовать за этим человеком. Ну, и тогда вопрос, где быть, да, то есть, там, сменить церковь, там, я не знаю, что, ну, то есть, нужно искать выход. А другая сторона, когда вся эта информация о греховной составляющей служителя во тьме, она еще неявная. Мы что-то видим, что-то чувствуем, нам что-то кажется, правы мы или нет. И вот здесь весь вопрос заключается в том, что мне нужно быть в смирении перед Богом, в молитве за моего служителя, в молитве за мое сердце, чтобы понимать, что я, это помазанник Божий, кто сказал, что он грешит, кто сказал, что он упал, кто сказал, что с ним все, значит, уже конец. Нету такого голоса. Значит, я остаюсь в подчинении, в покорности перед Богом и в ожидании, Господи, развяжи эту ситуацию. Вот я думаю, что нужно человеку хранить себя от того, чтобы делать преждевременные выводы и хранить свое сердце перед Богом. Я вижу, что есть несколько групп в таких случаях. То есть мой 30-летний пастырский опыт дает мне некие мысли по этому поводу. Всегда будет группа людей, которые будут судить этого человека. Которые скажут, мы так и говорили, он таким был всегда, он плохой. Или это так и должно было произойти. Или так и должно было произойти. И я бы сказал, что это ложный путь. Потому что каким судом мы судим, таким мы сами будем судимы. И в Библии апостол Павел очень ясно говорит о том, что не перед своим ли господином он ходит. Или он стоит. Стоит ли он или упал. Есть Бог, который силен восстановить его. Поэтому взять камень и бросить сказать, а я знаю, что этот такой человек, он всегда таким был. Я считаю, что это неверно. Это одна группа людей. Получается, первое, что важно здесь, вот в этой ситуации, если я вижу, что служитель упал, явно упал. Это мое отношение. Отношение важнее всего другого. Первое, это мое отношение. Что там внутри? Что там происходит? Злорадство? Какая-то радость какая-то? Превозношение? Или это сострадание? Или это боль? Я думаю, вот это второе, это чувство Христа о каждом упавшем служителе. И вот это первое, что я думаю, важно для каждого человека, посмотреть, что там внутри происходит. И от того, что там внутри происходит, я думаю, будет зависеть, насколько ты правильно будешь дальше видеть и сможешь правильно поступить и правильно отреагировать на эту ситуацию. И вот вторая группа, ты как раз об этом сказал, это люди, которые плачут с плачущими, которые чувствуют эту боль, падение этого человека. И вот эти волны, которые расходятся, боль потерянных людей, ориентира в жизни, боль этой общины, позор, стыд. Мне доводилось общаться с людьми, с детьми тех семей, где мужья оказывались в падении. Они носят на себе вот эту печать стыда за своего отца, хотя они невиновны. Это был выбор их папы или это был поступок их папы. Но все сразу смотрят и на детей, и дети чувствуют это в обществе. Когда падает пастырь или служитель, когда он ведет аморальный образ жизни или уходит в ересь куда-то, это не может не повлиять на семью, на друзей, на церковь, на общину. И вот это вот сострадание и желание помочь, не бросить камень, а желание помочь, это Дух Христов. Это то, что определяет, насколько правильно ты дальше сможешь вообще отреагировать. Да. Я хочу сказать одну мысль, что это ведь не конец жизни. То есть нам известны факты, когда человек падал, когда он был во грехе, Бог прощал его, давал ему покаяние, он сокрушался, смирялся и Бог восстанавливал его. Правда, уже в другом месте. Уже в том месте он не мог быть восстановлен, потому что Бог простит. Нет, но доброе имя лучше серебра и золота, это означает, что люди всегда помнят и нет доверия. Доверие разрушается в один миг. Не забуду, когда однажды один известный служитель сказал, как только ты вылез из постели блудницы, так твои лучшие дни уже позади. Это означает, что помазание Божие, которое непреложно, может действовать через тебя, но при всем при этом Бог будет судить тебя не за помазание, а Бог будет судить тебя за поступки, мы предстанем пред Ним, и все наши дела будут стоять перед Ним. И вот третья группа людей, о которой я хотел бы сказать, это люди, которые будут отрицать, которые будут отрицать до последнего, что что-то плохое произошло. Они слепо будут защищать своего пастыря. Они будут идти просто вот на белое говоря черное, как некий обман, как некий туман. И я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас был обманут. То есть факты есть фактами, и реальность есть реальностью. Пастор, мне кажется, что ты чуть раньше сказал очень важную мысль. Когда человек действует в помазании, когда он видит, что сила Божья через него проходит, чтобы исцелять больных, чтобы давать ответы на вопросы, но при этом он знает, что он находится в грехе. И я думаю, что это ясная предпосылка к падению, вот это состояние, когда человек смотрит на то, как Бог его использует, больше, чем на свою святость перед Богом, на свои отношения перед Богом. Я рос в церкви, где очень большой акцент был на святости и на характере. В нашей церкви действовали духовные дары. В нашей церкви было очень много пророчеств. В нашей церкви в 80-х годах была волна пробуждения, когда проповедник начинал проповедовать, очень часто он не заканчивал. Потому что сила Духа Святого действовала так мощно, что мы, стоящие, слушая Его, когда Он так либо рукой сделает, либо поднимет руки, либо скажет какую-то мысль, мы просто падали друг на друга и были в состоянии, когда нам очень трудно было подняться, потому что мы были как расслаблены. Мы были в неком мощном потоке Духа Святого. И это продолжалось на протяжении ни недели, ни двух, ни месяца, нескольких лет. Это были мои подростковые годы. И я очень сильно запомнил эту мысль, которую я вынес из своей церкви, что характер и дары должны быть в балансе. Что мы имеем сегодня? Мы имеем одаренных людей, служителей, которые очень красноречиво и доходчиво доносят весть. Но мы имеем очень слабый, неразвитый христианский характер. И что самое печальное в этой истории, акцента в церквях на характер не делают. Делают больше акцент. Или мало делают. Больше акцент на... На освобождение даров, да? На высвобождение даров. На то, какой сильный служитель, какой эффект, сколько кается людей, как это прекрасно, как это удивительно. В результате у нас есть вот такой дисбаланс. Развитые дары, текущее помазание и неразвитый младенческий характер. Вот у меня в связи с этим вопрос есть. Вот какой минимальный срок, чтобы человек от новообращенного... Это понятно, это наше мнение, это не руководство к действию кого-то. Как вы думаете, все-таки от момента покаяния до того, как человека можно призвать на служение в какой-то сан? Ну, даже, допустим, в диакону рука положить. Как вы думаете, все равно, есть какой-то временной срок? Год, два, три, десять? Или не существует этого? Все по ситуации. Ну, в нашей церкви, где я рос, у нас это исчислялось годами. Годами, да. Ты не мог... То есть за полгода никак? Ты не мог за полгода, да. За полгода стать диаконом или служителем. Ты будешь помогать. Ты будешь трудиться. И так, как апостол Павел говорит, что Бог нашел меня верным. То есть Бог должен найти твою верность. Верность должна быть доказана временем. Это не может быть так, вот за пару месяцев, за полгода, за год. В нашей церкви это минимум было хотя бы два, три или четыре года. То есть прежде, чем тебе доверяли, чтобы ты мог служить. Ты должен показать характер, ты должен показать свою верность. И смотрели не столько на внешние показатели эффекта, сколько на жизнь человека. На благочестивую жизнь, на его характер смотреть. Вот лично мне кажется, что самое, наверное, сложное увидеть в себе вот этот процесс, как Христос приходит внутрь моего сердца и меняет меня. Потому что, если, например, меня делают старшим над каким-то братом, говорят, ну вот, имея о нем попечение. Этот брат или сестра, там кто-то из церкви, проходит определенный путь в жизни. И я пытаюсь его к Богу направлять. Но если я сам не знаю, как элементарно направить свое сердце к Богу, как самому смиряться, когда сложно, когда вызовы какие-то, то каким образом я могу наставить другого делать то, что сам вообще даже близко не знаю. Слепой поведет слепого, это же будет пусто. То есть из этого мне хочется сделать такой небольшой итог. Может быть, об этом говорит апостол Павел Тимофеев, чтобы не ставил из новообращенных людей в руководство церкви никого. Потому что тогда человек будет склонен упасть. Он даже сам не будет понимать, почему он, может быть, падает. Потому что он внутри эту жизнь Божью не преломил через себя. Его характер не обновлен. Его обновились мысли, он библейские понятия в себя взял. Он знает, какими лозунгами, может быть, или какими-то фразами отвечать, потому что он слышал разные проповеди учения. Но жизнь Божью внутри, изменяющую, он как будто бы не носит. И вот мне лично кажется, что об этом говорит Павел, чтобы люди не падали, чтобы служители не падали, нужно, чтобы они были не из новообращенных. А что делать, когда есть община и не хватает служителей? И не хватает зрелых отцов, зрелых служителей? Что делать в таком случае? Проповедовать нужно, ставить кого-то нужно. И что имеем, то имеем, то даем. Мы все в 90-х годах, когда уверовали, через полгода у меня была домашняя группа. И я начал домашнюю группу, и она успешно росла. Я еще Библию не прочитал до конца, если честно, к тому времени. Но Бог использовал меня. Я думаю, для меня важно было то, что ты рядом был, как зрелый духовный отец. И это уберегло лично меня от многих падений, от многих искушений. Я пару раз порывался домой на Сахалин, если ты помнишь. И ты помог мне остановиться, я не знаю, чтобы я там построил. Не, ну я церковь собирался строить, у меня огонь горел. Но судя по тому, сколько потом ошибок я еще сделал, и от скольких Бог меня уберег, я не знаю, где бы я сейчас был. Хотя огонь у меня был, дары через меня действовали. Это явно был Бог. Бог исцелял больных, это был явно Бог, да. Но я очень благодарен, что я не уехал тогда куда-то, что я остался здесь. И это благодаря тому, что рядом со мной был взрослый духовный человек. Поэтому ситуации, конечно, бывают очень разные, но я думаю, в любом случае, то, что начинает Бог, Он не начинает просто каких-то сильных одиночек взращивать. Он говорит, дьявол просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И потом Иисус говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И мы знаем, что в церкви Бог ставит одних апостолами, других евангелистами, пророками, пастырями, учителями. То есть, когда Бог строит церковь, Он строит команду. И в этом, я думаю, защита для каждого человека, который в этой команде и который вокруг этой команды. А как вы думаете, есть ли какие-то предпосылки к падению, которые нам необходимо знать служителям, чтобы не упасть, не оказаться следующим? У меня только одно приходит сейчас, значит, внутри. Когда я обрастаю моментами жизни, в которые я никого не хочу впустить. То есть, я не хочу, чтобы эту информацию знал еще кто-то. То есть, когда ты прячешь что-то, у тебя есть что спрятать. То есть, когда что-то одно произошло такое, думаешь, ну, как бы это, наверное, неважно всем знать. Но когда ты обрастаешь такими моментами, что неважно знать еще хотя бы одному человеку, и ты доходишь до того, что, например, ты и жене не готов рассказать многие вещи, то тогда это то, что закрывает тебя, закрывает меня, закрывает любого человека от внешнего мира, и у нас появляется двойная жизнь. Она сначала с незаметных вещей, не с таких глобальных, не с таких падений, как блуд или пьянство, с каких-то просто мыслей. Это начало пути, и я думаю, что его может обнаружить каждый. А то, что касается, вот, моя мысль по поводу того, что в другом человеке, ну, в Библии написано, гордость предшествует падению, но когда человек начинает гордиться, он слепнет, поэтому он не видит, что он гордится. Поэтому это я могу наблюдать, например, за другим. То есть я вижу, что он начинает превозноситься. Он этого не видит, но мне видится так. Я начинаю молиться об этом человеке. Первое, превозношение. Второе, когда нарушается преемственность поколений. То есть для меня ключевым в жизни является, что я не сам себя родил. Я не такой хороший, что я вдруг с неба, вдруг на меня снизошло озарение, и мне открылась Библия, и я стал служителем Божьим. То есть речь идет о том, что мне кто-то проповедовал слово, мне кто-то показал, как оно живет в человеке, как оно меняет характер. И я могу сказать, чей я сын? Как там однажды Давида спросили, ты чей сын? Чей ты там будешь? А я там сын Исея. То есть вот этот момент очень важен. Я не сам по себе, я не свой собственный. Поэтому, когда я вижу, что человек игнорирует предыдущее поколение, и он не может сказать, вот это мой духовный отец, если что-то со мной не так, вы можете сказать ему, готовность принять слово от предыдущего поколения в свою жизнь, стопроцентном принять, то тогда я думаю, что это человек как раз тот, который изолирует себя от вмешательств и перемен в своей жизни извне. Да, я хочу добавить, я в подростковом возрасте ходил на курсы проповедников в моей церкви, и нам давали проповедовать понемножку, там по 15 минут, и потом делали разбор полетов. И я помню, как после одного богослужения один из моих друзей, он проповедовал, и он в проповеди очень часто говорил с позиции, я так уверен, я так знаю, я так думаю, я, я, я. И пастырь, который делал разбор его проповеди, он сказал, теперь тебе домашнее задание. Повтори эту проповедь, найди другое место, где, только без местоимения я. Тогда в те годы не было диктофонов таких, чтобы можно было записать. Но он сказал, когда ты будешь готов, возьми кого-нибудь, чтобы кто-то мог прослушать и сказать, что ты сказал эту проповедь, только не ставя себя в центр. Вначале гордость, а потом падение. Да. Еще вот важный момент, мы проговорили, мне кажется, перед этим, что предшествует падению, когда, и это могу я увидеть и в себе, и в другом, если это есть. Когда человек оправдывает свое поведение теми дарами, которые через него действуют. Когда он дары ставит больше, вот как он используем Богом, ставит выше, чем его личные качества. Апостол Павел говорит, что наше апостольство вы могли видеть в великом терпении. Самое первое качество в великом терпении. В великое терпение. Да. То есть не в дарах, не в эффектах, не в чудесах и знамениях, не в массах, которые идут за нами, а в характере нашим, в великом терпении. Это очень круто. Вот это настоящее апостольство, настоящее лидерство. Не секрет, что у многих людей есть двойная жизнь. Есть ли какой-то совет, что делать в этом случае, если человек, будучи в служении, стал грешить, стал выпивать понемногу. Ведь напряжение большое, быть пастырем, это непросто. И он всегда должен быть в форме. Он всегда должен дать что-то, сказать что-то. И очень часто он входит в такую роль, что все от него требуют, всем он что-то должен. Он принимает решений много. И приходит домой, и ему хочется расслабиться. Старый образ жизни, где-то оттуда из прошлого, ему как будто тихонечко шепчет, ты чуть-чуть выпей, тебе легче будет, немножечко выпей. Или включи компьютер, посмотри немножко, расслабишься чуть-чуть, чуть-чуть отдохнешь. Что в таком случае делать, когда у человека появляется тайная двойная жизнь, но он боится сказать об этом открыто, потому что брак распадется, служение тоже, люди перестанут ему доверять. Ну, если об этом вообще никогда никому не говорить, то это предшествует падению. Мне кажется, это достаточно очевидно, и нет смысла этому уделять много времени. В любом случае, все разрушится. Это разрушится. Вопрос в том, А кому говорить? Вот. Вопрос в том, кому говорить и что говорить. Я бы нашел того, кому я могу рассказать все. Вот это ключевое слово, нашел. То есть, надо найти человека, которому ты будешь, перед которым будешь прозрачный, кто сможет... Открыт? Да, открыт. Который может задать неудобные вопросы тебе. Да, можно же найти такого человека, который просто вась-вась поговорим, и, в общем, все между нами останется. Он говорит, я тебя понимаю, у меня тоже, в общем-то, то же самое происходит. Помолись и ты его мне. То есть, такого человека несложно найти, наверное. А вот найти человека такого, который сможет говорить тебе, сможет задать тебе вопросы, которые неудобные, и ты понимаешь, что, ну... Я думаю, это и есть настоящее отцовство. Именно об этом говорил апостол Павел. У вас много учителей, но немного отцов. Я родил вас. То есть... С вами, пока вы были маленькие, делали ошибки, я ставил вас снова на путь. Я поднимал вас, когда вы падали, я поднимал вас, я восстанавливал вас, я верил в вас. Ведь отцовство, самый важный фактор, это верить в своих сыновей и дочерей, верить в то, что у них получится, они поднимутся, даже если они упали, помочь им встать, помочь им пройти, вот путем очищения, освящения, и вот путем исповеди. А потом будет понятно, что дальше делать. Если такого человека нашел, если такой человек появился в твоей жизни, там, где двое или трое, Иисус говорит, я буду посреди вас. Человек иногда обманывается, думая, что он просто перед Богом исповедовался, больше никто не знает, и все прощено, все забыто. Но почему-то Иисус сказал, где двое или трое, там я буду посреди вас. А там, где Христос, там будет свет, там будет сила, чтобы освободиться от греха, там будет ясность, что делать дальше. Это уже другой путь совсем. Ну, это не работает, что человек втихушку согрешил, тут же помолился, попросил Господи, прости меня, потом встал и принял верою прощение, и пошел, и больше никогда не падает. Так не бывает в жизни. Он снова упадет в тот же самый грех. И у меня очень много таких практических моментов из жизни, когда люди говорят, что я просил у Бога прощения, принимал прощение, я убегал от вины, от осуждения, я старался не делать это, но потом снова находил себя, что я снова в этом грехе. И вот как по кругу ходит человек. То есть здесь нужна исповедь. Ну, мой вопрос, а может этот человек быть на дистанции? То есть, ну вот, например, живет где-то в другой стране, там и там по телефону позвонит, скажет, что у нас тут были какие-то напряжения, и мне было очень трудно, я там согрешил. То есть, как это работает? Это может быть вот дистанционно, например, или каким-то образом, там раз в два-три года встретиться с человеком, ну, назвать его духовным отцом, сказать, что в общем-то... Мне кажется, что духовное отцовство, оно не может быть на расстоянии. Оно может, уже состоявшись, когда человек вырос, он может, покинув свой дом, быть там, смс-ками, переписываться с папой, и ему нормально, как бы, уже вот такая удаленная связь, уже может быть не каждый день, и так далее. То есть, в духовном плане точно так же, то есть, как и в физическом. То есть, если вот этот самый начальный процесс, никто не участвовал в моем формировании, у меня нету этого человека, я его не знаю, я не знаю, как он поступает в моменты искушений, я не знаю, что делать в моменты искушений. То есть, я звоню на другой конец, значит, мира, и пытаюсь понять, слушай, а ты когда-нибудь там падал, не падал, и какой-то общий ответ получить, это же не отцовство. То есть, но когда мы вместе проживаем какое-то время, чему-то учимся, прямо буквально перенимаем это Евангелие, апостол Павел говорит, я в муках рождения, доколе отобразится в вас Христос, по факту, он его им явил, потому что прежде, он им говорит, когда вы смотрели на меня, хотя бы был в такой немощи, к вам пришел Галатый, но когда вы смотрели на меня, у меня такое было чувство, что вы глаза свои готовы мне отдать, то есть, они видели в нем Христа, и он говорит, вот что я хочу, вот моя цель, я хочу, чтобы теперь то, что вы видели во мне, полностью отобразилось в вас. Но это идеально, когда твой духовный отец живет вместе с тобой, это условие практически. Это идеально, но этот вопрос ведь в чем, то есть, то, о чем мы говорим, если так получилось в жизни, что у меня его не было, я уверовал как-то, пришел в какую-то церковь, как получилось, по-разному бывает. Но вот вопрос потом, кого я нашел, искал ли я, нужен ли мне такой отец, хочу ли я встать под чью-то власть, быть чьим-то продолжением, или я хочу строить свое, то, что мне дал Бог, и у меня достаточно талантов, которые Бог раскроет и поведет. То есть, это же позиция, и вот в этой позиции я выбираю путь, которым я развиваюсь. У одного пути есть одно продолжение. Вы знаете, что я размышлял о падении служителей, наша тема сегодняшняя, я думаю, было то, как некоторые, почему они упали? Они сначала, с самого начала, как только пошли, у них было в основании заложено что-то неверное, и поэтому их падение, это ну, дерево познается по плоду, да, это результат того, как они пошли. А были те, которые начали правильно, но потом уклонились от пути. Это как бы два разных пути, почему падают служители. То есть, мы сейчас говорили о том, что в начале, что когда человек не меняет характер, а движется только на дарах, то он в какой-то момент может свернуть с пути. Либо меняет, но очень медленно. Да. Дары быстрее есть, мощнее. А есть, когда человек начинает уже с неверного основания, и вот здесь весь, вот в моем понимании, весь вопрос и есть. Если я начинаю, а надо мной нет духовного покрытия в виде человека, который прошел путь, или команды служителей, или, значит, какого-то служителя, который со стажем, который тоже в свою очередь является подотчетным кому-то и близко с кем-то прожил. Вот ты много примеров приводишь, говоришь, в моей церкви, где я вырос, в нашей церкви были служители, которые воспитывали это, в моей церкви было то. То есть, если бы не было твоей церкви, ты был бы совершенно другим человеком. Но сегодня реальность такова, что на самом деле немало служителей, у которых нету духовных отцов, либо есть дистанционные духовные отцы. И если мы смотрим на жизнь апостола Павла, то он был с Тимофеем, потом он оставил Тимофея в Ефесе и писал ему письма. Это тоже дистанционные были отцы. Но ведь он несколько лет вначале он взял его из семьи, прожил с ним, прошел какой-то путь, и потом, отправив, он говорит, уже ему наставляет, ты знаешь, как я поступал, ты знаешь, как я делал то, теперь сделай вот так. И Тимофей был в послушании. Я думаю, что здесь очень важный момент самого сердца служителя. Одно сердце, даже имея над собой духовного отца, неподвластное. Оно неподвластное. И на вопрос, есть ли у тебя духовный отец, мы услышим ответ, да есть, но на самом деле это номинально все. То есть он живет так, как считает правильным, он не открывает своего сердца в полноте. Другой же человек, возможно, не имеет такого духовного отца, и роль отцовства восполняется в его жизни через нескольких служителей, в том числе через команду, которая тоже балансирует его. Но его сердце подотчетно. Его сердце прозрачно. Он не превозносится, не гордится, не возвышается. Он в действительности настроен на то, чтобы слышать Бога через разных людей и быть в послушании и исполнить волю Божию. Мой вопрос еще таков. А что бы мы могли посоветовать людям, которые оказались в церкви, где пастырь упал? Что бы мы сказали человеку, который сказал, что мне делать дальше? Я ходил в эту церковь, я был верным столько времени, и вот теперь я узнал о грехе моего лидера. Ну, во-первых, я бы вернулся к тому, с чего мы начинали, что надо быть уверенным, что он упал, во-первых. Если он упал, это не то, что тебе показалось, что он упал. Может, это просто сплетни какие-то. может быть сплетни. То есть, обвинение на пресс-фитера должно быть, если принято, то принято при двух или трех свидетелях. Это тогда очевидный факт. То есть, кто-то исследовал дело, и это уже очевидный факт, что служитель упал. Если служитель упал, как мы говорили, во-первых, свое сердце мы исследуем. все ли в порядке у меня не превозношусь ли если у меня сострадание опять же смотря в какой позиции я нахожусь если я просто прихожанин и служитель упал и возможно эта церковь дальше движется как ни в чем не бывало это да наверно правильно было бы все-таки найти другую церковь если его обличали он упал но служение продолжается как как ни в чем не бывало я не знаю если вообще такие ситуации или нет но неправильно наверно было бы находиться под властью служителя который упал и продолжает как ни в чем не бывало служить да у нас есть такие примеры к сожалению на постсоветском пространстве когда служитель служил в течение определенных лет а потом а потом заявил что он разводится со своей женой и они хорошие друзья с ней остаются и женится на лидере поставления и это преподал церкви что благодать божия покрывает все это то есть целый ряд служителей русскоговорящих которые я называю это раздвигают границы моей церкви где я рос у нас бы такого человека взяли бы на замечание если он не показался вообще за развод без причины развод это грех человека наказывали в церкви дисциплинарно наказывали его лишали хлебопреломления и ему говорили остановись полюби твою жену ты с ней в завете не ломай завет если нету вины прелюбодеяния но здесь не только его никто не дисциплинирует он продолжает учить других теперь он о благодати божий которая больше нашего разумения и покрывает всякий грех женится на лидере прославления часть людей обычно таких случаях просто теряется уходят от господа они они перестают верить в бог они говорят да ну кому верить и же этот бог часть людей как-то оправдывают его потому что полюбили его приняли ну а чё ну так а часть людей просто уходит какие-то другие общины другие церкви и таких служителей армия таких служителей у нас увеличивается которые раздвигают границы святости и говорят это нормально сегодня писание очень ясно мне кажется говорит в этом случае что не обманываетесь то есть никакой блудник никакой то есть нельзя изобрести такой вид блуда который можно оправдать то есть никакой блудник и так далее царство божие не наследует это не ветхом завете написано это уже в новом завете написано когда христос умер за наши грехи это ты так понимаешь это записано сексуальная революция сегодня дают совсем другие акценты это страшно просто убирается и это мощное достаточно движение которое существует среди христиан она призвана изнутри развалить церковь понизить стандарты святости и сказать да ребята это нормально посмотрите кем мы были крови суса христа очищает нас от всякого греха нет такого греха от которого крови суса не не могла бы нас очистить поэтому то что я не в будущем да поэтому те грехи которые я совершу она тоже покроет покроет поэтому ничего страшного не очищает это значит меняет это значит преобразовывает если игры что тебя кровь христа очистил от блуда и остаешься блудником тогда странно что она тебе не доочистил чем блудником он просто женился на другой девушке все он разлюбил ту девушку и он увидел волю божию тут еще воля божия приплетается что-то то не было воля божия здесь есть воля божия и есть большое благословение в этом это происходит поэтому важно чтобы рядом был человек которого ты признаешь авторитетом под властью которого ты находишься голос которого ты услышишь потому что сам себя мне кажется человек легко может оправдать и тут духи определенные вот эти обольстители они помогут это сделать но это человек найдет потому что волчат умных зрелых отцов так сказать которые ему скажут ничего страшного мы все через подобные прошли у нас у всех были свои грехи поэтому и или первые жены игру да у всех нас были жены когда-то раньше о том что этот человек найдет себе единомышленников в виде духовно зрелых отцов и их именами начнет прикрываться и говорит что все нормально меня не не наказали мое дело расследовали и меня благословили и откроют церковь рядышком если эту церковь закроют и часть людей перейдет туда и он будет учить об этом это зависит конечно от сердца состояния сердца того что человек по-настоящему хочет больше или грех который он оправдывает или все-таки бога настоящего который никогда не оправдывает грех мне кажется что вот отвечая на вопрос все таки что делать человеку когда его служитель упал или понижает стандарты святости как сейчас такая формулировка у нас есть да когда он начинает грешить не оставляя даже служение то есть мало того что он грешит он еще и не кается то есть это мне кажется самый верх просто наглости гордости если это факт очевидный не только для вас он предан гласности общественность в этом знает я бы наверное порекомендовал людям уйти в другую церковь сложно сказать в какую я не сторонник вообще рекомендовать людям ходить по другим церквям я всегда приверженец одной церкви как одной семьи в которой я родился и вырос но к сожалению в мире есть исключение даже тогда когда физические дети покидают свой дом из-за того что их родители ведут аморальный образ жизни ведут такой образ жизни что разрушается личность детей если человек находится в такой церкви и ему трудно он не сможет подняться он не сможет кто и святости который призывает писание прийти с такими служителями и свою сохранять не сможет то я бы советовал ему перейти в церковь где стандарты святости поддерживаться на должном я вот проецирую на нашу допустим ситуацию сейчас и вот представляю допустим ты упал ну не дай бог да хранит тебя господь от чего-то такого но допустим вот я представляю ты упал все вот явно все исследовали все ясно и понятно просто автоматически наверное я не уйду просто сказать ну я пошел в другую церковь скорее всего все таки я найду возможность чтобы говорить с тобой со слезами с молитвой наверное пост возьму перед этим вот и постараюсь сделать все возможное чтобы ну чтобы изменилось что-то чтобы свет божий пришел ну практика мировая такова что когда падает служитель то люди с непорочной репутацией с безупречным авторитетом духовные люди они берут если он согласен его на восстановление и восстановление берет годы они накладывают на него дисциплину определенную они уводят его сразу со служения первые первое решение которые делают после того когда грех служителя стал известным он оставляет служение а сразу же после этого начинается забота о людях церкви потому что мне хочется сказать кому-то эту мысль если вы были верны в вашем служении но ваш лидер служа богу вы служили и вашему пастору вашему лидеру оказался не тем человеком либо он купал споткнулся дьявол сбил его и дьявол говорит что все твое служение твоя верность и твои старания и твоя жертва и твое участие и все годы которые ты посвятил этой церкви и этому пасторю они перечеркнуты вот этим постыдным поступками или целым рядом поступков твоего лидера я хочу заявить что это неправда потому что бог больше пастыря твоего больше нас больше больше всех обстоятельств он видел сердце твое и он видел если твоем сердце ты служа пастырь и служил богу да репресс об этом говорит очень ясно то бог это возьмет во внимание и это никуда не исчезнет и это является великой чайшей ценностью в глазах божьих и божие благословения и защита и охрана будут в твоей судьбе и твоей жизни но что происходит с церковью а другие духовные лидеры стараются взять и восполнить вот это очень вот это падение и сохранить церковь если возможно сохранить конечно я должен сказать о том что в некоторых случаях боль очень глубока и нужно исцеление и нужно прощение нам нужно простить потому что даже пастырь лидер является человеком и он имеет право на ошибку хотя некоторые ошибки для него будут роковыми но мы не можем так жестко подходить как будто он супер человек он тоже человек врачи ошибаются юристы делают ошибки пастыры падают мы не оправдываем падение пастырей но это факты жизни и нам нужно научиться прощать высвобождать прощение высвобождать благословение в жизни этих людей и наблюдать за собой чтобы не быть искушенным написано денег после что у всех был страх божий страх божий это почтение богу после таких потрясений обычно приходит вот эта атмосфера почтения к богу господи не я ли мы начали с этого не я ли господи сохрани меня от падения убереги меня смирение подотчетность и большое желание провести свою жизнь в святости и чистоте чтобы не было никаких тайных сфер никаких темных уголков в нашем сердце сохранить нас от падения отец небесный мы благодарны тебе что мы могли говорить и рассуждать на эту тему боже я молюсь о том чтобы то что мы не досказали или сказали может быть и не так поставим акценты ты духом святым все это выровнял боже сохрани каждого из нас от излишнего осуждения сохрани каждого из нас от искушения от искушения дай нам победу наблюдая за собой чтобы мы господь не совратились не упали чтобы мы не позволили дьяволу вложить какую-то мысль в нас и быть сбитым господи я молюсь о тех людях для которых вера сегодня шатается господи мы верим тебе прежде всего и что нам до того что кто-то падает как ты однажды сказал что тебе до него ты следуй за мной мы пойдем за тобой дальше и будем молиться от тех людях которые сегодня в падении я прошу тебя каждом человеке сохрани нас сбереги нас и о тех пастырах и лидер которые в падении восстановили господь во имя иисуса аминь